История христианской церкви 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 была вначале не такой уж и, как бы, с виду и страшной кривой, она была лишь немного под наклоном, знаете ли, но потом, после того самого, я думаю, многие из вас запомнили эту роковую дату, 431 год, помните, да, что такое было? Третий собор в Эфесе. После этого рокового Третьего собора история христианства покатилась под наклонной небывалой силы, просто-напросто. И вот я буду говорить как раз о том, что происходило после вот этих соборов Третьего, потом Четвертого мы записали, вчера еще через 20 лет был Четвертый Вселенский собор, на котором, по сути, оккультизм был легализован. Вот вчера я рассказал некоторые такие тоже ужасающие факты о том, что до сих пор используется именно оккультизм, магия, используются мощи, останки святых используются, ну, именно в религиозной практике, да, то есть в престолах, на престолах, во всей Руси, матушки по-прежнему, знаете ли, вот эти мощи используются. И я думаю, что многим из вас теперь более ясно стало, почему, вот как бы, хотим как лучше, а получается, как всегда. Есть духовные законы, которые нельзя игнорировать, и идолопоклонство, оно никогда до добра не доводит. Извиняюсь, идолопоклонство, вообще, увлечение магией, там, оккультизмом, спиритизмом, оно никогда не приносит благословения, благословения, всегда лишь проклятие приносит. И поэтому христианство, которое, вот, именно демонизировано, христианство, которое, вот, именно, наполнено оккультными этими учениями и практиками, оно не может принести благословения, оно может принести только лишь проклятие, и это факт. К сожалению, мы с вами расхлебываем страшную кашу, которую заварили наши предки. Но сегодня пришло время освобождения. Недаром такие темы поднимаются, какие они поднимались вообще, ну, много столетий. Недаром сегодня Слово Божье распространено, как никогда раньше вообще. Недаром сегодня, вот, в библейской школе, в церквях христиане учатся, обучаются, узнают все это. Эта информация, эта правда историческая, она приносит тоже именно освобождение нам. Истина библейская, истина Божьего Слова приносит свободу, но также и правда историческая приносит освобождение нам. От многих неправильных вещей. Слава Иисусу! Друзья мои, братья и сестры, скажу, что после вот этих третьего и четвертого Вселенских Соборов, когда, казалось бы, оккультизм, он распространился, параллельно шло еще одно уже учение, о котором я так упоминал, скользь лишь, это молитва за упокой. Вы можете записать такую под тему. Молитва за умерших, молитва за упокой. И все, что с этим связано. Молитва за умерших, молитва за упокой. Потому как это лжеучение, оно также в это же самое время, оно развивалось, распространялось постепенно, поэтапно. И надо нам кое-что запомнить. Я буду стараться давать некоторые такие даты, имена такие запоминаемые. Эта ересь, так же, как и идолопоклонство, как и многобожие, корнями уходят опять-таки в Африку. Именно в Африке монахи получали первые откровения о том, что молиться за умерших можно и даже нужно якобы. Это все было еще в четвертом столетии, первые такие откровения. В первом поколении монашества монахи получали уже такие откровения. Дальше было время развития этого лжеучения. Я в свое время, как именно традиционный православный священнослужитель, много молился за упокой. И мне только лишь в начале было сомнительно. В 88-м я потом вспоминал и удивлялся. Но на самом деле я, по сути, пришел в храм работать, но с такими протестантскими мыслями. Я батюшку немного смущал, наверное, тогда такими вопросами престарелого, уважаемого священника, верующего батюшку. Я смущал такими вопросами, что батюшка говорит, там был случай, допустим, убили одного человека. Потом было отпевание, и это были мои первые похороны. Я, значит, ну как, батюшка священника, он вел отпевание, а я помогал. Потом там, в общем-то, даже сам храм был как раз на крайней кладбище. Поэтому там каждый день были какие-то эти небольшие литии, и часто были похороны. И вот, и я помогаю 100 священников в одном, в пятом, в десятом, не только на служениях, но даже и вот в обычные дни, допустим. Ну, фактически каждый день там я проводил в храме со священником. А пока не было там, значит, покойников или никого не было, значит, то мы с ним пили чай, общались, значит, вот как бы. Вот такие были мои месяцы жизни там при храме первые. Первый путь, как бы первые шаги в православии мои были. И я батюшку смущал того, пожилого, вопросами своими такими, наверное, я как бы и стал даже в тупик, как бы. Я говорил, ну, говорю, отец Иоанн, говорю, ну, у меня сомнения, говорю, может это грех, может это нужно покаяться, в этом еще дополнительно как бы. Но у меня сомнения, потому что вот мы молимся за умерших-то, а ведь это, ну, в Библии этого не находил я. Потому что я начинал свой путь христианский, как раз читая Библию, читая Писание. Если бы я познакомился с протестантами, паптистами, писиатниками, там кого еще можно было тогда встретиться, я бы, скорее всего, могу предполагать, что я бы применил какой-то церкви протестантской. Но я не знал никого тогда и не имел общения ни с какими протестантами. И, знаете ли, у меня только одна была, вот церковь, православная церковь, все. И, так вот, и я священник этого, так, в неловко положение, может, ставил. Я говорил, что отец Иоанн, говорю, ну, на самом деле, откуда это все? Но он мне говорил, как и на другие многие вопросы мои, говорил, что Сережа, ну, ты что, самый умный? Представь, вот, до тебя церковь 2000 лет, вот так вот мыслило, а ты вот, ну, начитался Библией, вот, как бы, вне церкви, по сути, вот, ты вне, был, ну, не воцерковленный, там, значит, там, и даже не крещеный, там, я крестился уже как раз перед тем, как раз, в начале, в самом 88-го года. Мои родители были не крещенные никакой церкви, и мы были не крещены никакой церкви, абсолютно. Совершенно не религиозная семья, светская и атеистическая. Так вот, и, конечно, да, мое свидетельство есть тоже в интернете, и здесь есть тоже, на сайте есть мое свидетельство, как я пришел к Богу. Значит, было со сверхъестественного все, знаете ли, начало было такое 30 лет назад, больше уже 30 лет назад, когда я переживал смерть клиническую, вот, от воспаления легких, понимание, потом было чудесное воскресенье, и в этом промежуточке, коротком, смерть моей от пневмонии, вот, произошло чудо моего обращения к Богу, покаяния и знакомства с Ним. С этого все начиналось с практики, теория потом уже появилась у меня, но вначале была эта практика, то есть я точно знал, что Бог есть, ну, как же, не знать, если Он мне простил все, что в моей жизни было, и дал мне еще жить, и еще и исцелил, добавок, меня так вот, знаете, просто, просто по благодати, просто даром. И скажу, что это было великое чудо, конечно, ну, и потом книги по атеизму, в которых находил я из писания, строки, потом сама Библия была в моей жизни, и, так вот, священник говорил так, что это того, что я был вне церкви. И я стал читать книги, он давал мне много, тогда читать книг, жития святых, рассказы о святых, учения о святых некоторых, предания, то, что мы называем сегодня преданием. Я стал это все изучать, мне было очень интересно, и я узнал, что, оказывается, на самом деле, церковь уже спокон веков молится за покой, и имеет на то, ну, веские основания, значит, опыт отцов в церкви. А в 96-м году, когда я пересматривал весь этот опыт отцов и свой личный религиозный опыт, опыт своей динаминации, на основании Слова Божьего, я понял, то, чем я кормился духовно в 88-м году, была откровенная ересь. Я поясню, это был спиритизм, то есть, Библия, она много говорит нам о молитве, но ничего не говорится о возможности молиться за упокой, во-первых, и молитвами умершим сделать хуже или лучше, ничего не говорит нам Библия. Библия везде говорит нам о молитве много, но говорит о молитве за живых людей. За умерших лишь есть одна молитва в Библии, это молитва за воскрешение недавно умершего человека. Самый удивительный случай описан в 11-й главе Евангелия от Иоанна, где Иисус воскресил друга своего Лазаря из мертвых, который был уже четвертый день, и который уже смердел. И воскресение в четвертый день, это вообще спутало все карты религиозной тогдашней системы. Если бы Он воскресил в первых три дня, как в то верили иудеи, и до сих пор ортодоксальный иудаизм верит в это, что в первых три дня возможно воскресение, но не дальше, дальше невозможно. Лишь Бог, Он компетентен в этом вопросе. Иисус, если бы Он поспешил бы и пришел бы, как Его и звали, да, вовремя, и воскресил бы друга, ну и как Марфа и Мария упрекали бы, что вот если бы раньше пришел бы еще, то и даже не умер бы брат наш, да. Но Иисус-то не потому, что решил испортить жизнь Марфы и Марии, да, и вот чтобы Лазарь там сгнил во гробе, а потому, что Он хотел показать кое-что и тому же Лазарю, и Марфе, и Марии, и всем-всем-всем людям, и верующим-неверующим в Него, что Он не просто пророк. Если бы Он в первых три дня воскресил, Он дал бы повод сказать о нем, что говорил, допустим, Никодим в третьей главе Иоанна, что мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога, ибо таких дел, которые ты делаешь, не может делать человек, если не будет с ним Бог. Но Он воскресил в четвертый день, показав, что Он есть не просто пророк, не просто учитель, но Он есть Господь, Бог всемогущий, от века сущий, как и говорил Он. Слава Богу! Так вот, и согласно Писанию, на самом деле, у нас нет шансов молиться за упокой души умершего человека. Это не наша юрисдикция вообще. Наша юрисдикция – это живые люди. Если кого-то завтра не будет из нас, мы все под Богом ходим. Знаете ли, у нас не будет морального права молиться, допустим, за душу умершего нашего брата или сестры нашей. Почему? Потому что это уже не наша юрисдикция. У нас остается последнее право помолиться за именно человека умершего, именно за воскрешение его из мертвых. Если в этом есть необходимость, я не знаю, но я только лишь один раз в жизни молился за воскрешение умершего человека. Это было в экстремальной ситуации, и слава Богу, Господь был милостив, тогда и корнеет к нему, и Бог поднял его из мертвых. Но, знаете ли, друзья, я скажу, что как пришло это лжеучение? Через спиритизм, через общение с душами умерших, как считали монахи, но конкретно это общение с бесами. Первых 300, даже более чем 300 лет, христиане не молились никому. Ну, первых 300 лет, когда наши братья гнали, никому не молились, они помимо Бога, я уже говорил об этом, у них не было икон, и больше того, они не молились за упокой, чем давали повод как раз к обвинению в атеизме. Потом, было столетие уже свободной церкви, и церковь христианская тоже была свободна от этого учения, но уже появлялись первые ростки этого нечестия. Это было в Африке, это было в пустыне, без свидетелей, мы знаем это лишь со слов этих монахов самих. Я говорил, кто запомнил, может быть, монаха номер один, отца основателя монашества в 4 столетии, Антони Великий, помните, да? Антони Великий. У него были ученики, один из его учеников это Макарий, его называют преподобный Макарий Египетский. Они все были египетскими, поэтому, как бы, ну, его подчеркнут, он именно из Египта. Преподобный Макарий Египетский, и считается, что именно он получил откровение о молитве за упокой. Он получал много таких откровений, самое уникальное это беседа Макария с черепом. Когда он нашел человеческий череп, классический пример уже, нашел череп, вызвал каким-то образом духа, которому череп при жизни принадлежал, общался с этим духом, который отвечал ему прямо из черепа. И из этой беседы Макарий узнал, что, оказывается, этот покойник при жизни был жвецом египетской древней этой оккультной религии, что он сейчас именно мучается в пламени ада. Макарий подумал, что все совпадает, похоже на правду, и стал дальше расспрашивать этого духа. И дух отвечал ему из черепа, что, оказывается, молиться даже надо, не то, что можно бы, а даже надо, он убеждал в этом Макария. Ну, как бы, не напрямую, может быть, даже сразу, а вот как бы, вот такими душевными, такими рассказами. Вот там мучаются эти грешники, вот как бы, и когда что-то такое о них там звучит, то им утешение бывает какие-то там, какие-то особые льготы. Они видят друг друга хотя бы, это какое-то утешение для них бывает в этот момент. Но знаете ли, чего-чего, в аду утешения нет. Я не видел ада, но я знаю Библию, я знаю, что говорил сам Иисус. Помните о богаче и лазере, притче его, да? Когда он рассказал эту историю, страшную историю. И, скажу на самом деле, даже самый минимум капелька воды с кончика пальца бомжа для этого богача, это было, ну, пределом мечтания вообще. Он не попросил там бутылку Кока-Колы даже, он просто капелька воды. Но дальше в этом было отказано. Почему? Потому что Абрам правильно объяснил ему, что между нами и вами пропасть, непроходимая, просто-напросто пропасть, не могут перейти люди. Так вот, и Макарий, проигнорировав Писание, доверился этому духу и вынес из этого разговора откровение, что, мол, молиться за упокой надо. С этим откровением он носился по пустыне, потому что, когда он общался с другими монахами, он это все рассказывал, убеждал братьев. Так же молиться за упокой душ. В официальной редакции «Житие Макария Египетского» порядка, думаю, порядка 20, в общем, спиритических таких вот сеансов было, похожих. И все в основном они были один на один. Мы о них знаем лишь со слов его самого. Лишь некоторые, ну, единицы, эти единичные случаи были, когда было при свидетелях. Самый уникальный случай при многих свидетелях, это было во время суда над одним человеком, которого хотели... которого обвиняли в убийстве, но он глялся, божился, что он не виноват, он не убивал. И, в общем-то, все факты были против него, но люди верили этому человеку и говорили, что точно он, видимо, не виноват, он очень искренен как бы. Судьи не знали, что сделать. И тогда они запросили опытного спиритиста Макария. Его все знали. Знали, что он с подводниками может очень запросто общаться. И обратились к нему с просьбой, не мог ли бы он, вот именно в суде, выступить как именно эксперт, как спиритист, чтобы узнать от умершего информацию, именно этот человек убивал или не он убивал. И Макарий согласился выступить экспертом таким. Народ был очень рад, что Макарий, признанный такой спиритист, он будет там консультантом в этом суде. И вот судьи, народ пошли даже с этим обвиняемым человеком на кладбище. Была показана Макарию могилка этого или этой покойной, по-моему, была женщина убита как раз. И Макарий-то он просто пришел именно ради того, чтобы в суде выступить. И вот, и попросили Макария провести вот сеанс, спиритически прямо вот на могилке. Народ замер в ожидании. И вот Макарий каким-то образом вызвал дух. Его никто не видел, этого духа, но дух говорил из могилы. И там много было свидетелей, односельчан, и все опознали голос этой женщины. То есть, как бы для судей это было, это было, как бы, ну, таким подтверждением, что это именно не постава, что именно та самая женщина, она и говорит из могилы. Вот, значит, и в присутствии судей народ все это слушал, как бы, и Макарий допрашивал умершую, наводя вопросами, значит, этот человек является обвиняемым, обвиняемый убийцей ее или нет. И дух ответил из оттуда, ну, из ада, по сути, значит, ответил, что нет, этот мужчина не виноват, и он не является убийцей, и вообще, вот, свидетели, которые против него, это ложные и прочее. Ну, и все, как бы, вот это уникальный случай, как раз именно когда Макарий выступил именно прилюдно с сеансом спиритическим. Все остальные случаи, либо один на один были, и мы знаем, лишь с его уст, либо в присутствии его ближайших учеников, которые имели с ним такой близкий контакт. Потом, Макарий Египетский, он до сих пор, представьте, спиритист, оккультист, до сих пор является святым в традиционном православии и католицизме. К сожалению, до сегодняшнего дня. И дело не только в Макарии, дело в том, что в первых поколениях монашества, в первом, втором, третьем поколениях монашества, десятки святых преподобных традиционно-католической и православной церквей являются, по сути, откровенными спиритистами и оккультистами. Потому что все, по сути, герои добротолюбия, книга сама по себе хорошая, казалось бы, и много полезного в ней могут найти христиане, находят. Но, к сожалению, вместе с жемчужинами и духовными мудростями хорошими, там содержится и откровенно оккультное лжеучение. И, по сути, почти все авторы добротолюбия и персонажи его являются, по сути, спиритистами и оккультистами. То есть, их опыт, он откровенно спиритический, основан на общении с душами умерших людей, и иногда с бесами, иногда с ангелами, иногда с самим дьяволом. И из всего этого они брали для себя откровения монахи и строили свой опыт, строили свою духовность. Конечно, то, что получали эти монахи, оно иногда перекликалось с Писанием. Иногда духи, бесы, ангелы, сатана, там, цитировали Библию даже. И это для монахов считалось подтверждением истинности этого учения. Но мы знаем, что дьявол тоже и самому Иисусу Библию цитировал. Но, однако же, Иисус не говорил «Аминь, брат!» Он сказал «Отодет меня, сатана, ибо написано». И знаете ли, что, к сожалению, вот эти монахи, они клюнули на удочку дьяволу. И, скажу так, что даже без наживки глотали. Больше того, именно вот эти монахи первых поколений, спиритисты, оккультисты откровенные, они стали, ну, по сути, живой легендой, как бы, в традиционном христианстве. Но в 4 веке вот эти все откровения спиритические, они были чисто монашескими откровениями. То есть, церковь христианская, ни одна из вот этих легализовавшихся церквей, союзов церквей, да, ни один из союзов, не принимала этих учений. Ну, кроме, может быть, Александрийской школы впоследствии. Так вот, но каким же образом монашеские учения, те спиритические, оккультные, стали учениями церкви? Я говорил, что после того самого Третьего собора Эфесского сотни епископских, архиепископских, метрополичей, даже патриарших кафедр пустовало, просто-напросто были репрессированы вот эти старшие пастыри, служители, и на их места указаны распоряжениями государя-императора и его приспешников, были поставлены епископы сплошь монахи. И чаще всего они были безграмотны библейские, а если библию они и знали, то пренебрегали писаниями, потому что они принесли в города, села и в столицы, и даже в Константинополь принесли именно свое же учение. Это было просто, ну, каким-то временем, знаете ли, большого ужаса такого религиозного, потому как такое ощущение, что просто-просто ад был открыт, и просто дьявол просто с бесами просто в церковь просто хлынул потоком. И это было время очень жуткое. Именно в это время все и происходило. И до сих пор, уже 21-го столетия, христианство историческое расклёпывает ту кашу, которую заварили наши отцы. Представляете? До сих пор. Сегодня, конечно, обыватель наш, православный, католический, допустим, обыватель, который приходит в храм, ставит свечку за покой, особо не задумывается, откуда эти лжеучения, ну, не лжея, он думает, что это учение хорошее, правильное. Большинство наших обывателей даже не задумывается над вопросом, что их могут обмануть в церкви. Считали, что раз это сделали наши мамы, папы, дедушки, бабушки, их дедушки, их бабушки, и это уже древнее, значит, учение, значит, оно уже правдочное, правдивое. И у многих такое понимание, что, значит, раз это есть в храме, это есть в церкви, и батюшки этому учат, значит, это правильно все. Я, в общем-то, был сам пленником таких вот ошибочных представлений, примерно таких, но когда написано «познайте истину, истина сделает вас свободными». Когда через Писание я стал историю пересматривать, и беседу Макали с Черепом, ту же самую, и потом его вот эти спиритические опыты, значит, других отцов, Ануфрия там Великого, Пахомия Великого, других этих отцов, знаете, вот монахов первых поколений, я стал пересматривать с точки зрения Писания. Я ужаснулся, я ужаснулся тому, думаю, надо же, как я мог верить в то, что это Божье действие, Божья сила? Как я мог в это поверить вообще? Просто-напросто потому, что я обманул самого себя. Я согрешил тем, что Библию отодвинул для себя в 88-м году, и на ее место для меня встал авторитет этого священника, и авторитет церкви, деноминации, и я ей поверил больше, чем авторитету Божьего Слова. Это было моей проблемой. Да, можно списать на молодость, да, неопытность, но это была моя большая проблема на самом деле. И я Бога благодарю, что в 96-м году все изменилось, и Господь вернул Библию в мою жизнь. И знаете ли, иногда, на самом деле, иногда просто страшно представить, что могло бы быть, если бы не тогда, как вот в той песне пелось, да, представить страшно мне теперь, что я бы не ту, открыл бы дверь, да, другой бы улицы прошел, Иисуса бы не встретил, да, не нашел. Ну, на самом деле, если бы я, допустим, до сих пор махал кадила бы на приходе, покойников печатал, и думал бы, что это все правильно. Хотя, все равно, признаться честно, как на духу говорят, я думаю, что не один я такой. Я думаю, многие священники, они задумываются над тем, а правильно ли мы делаем. Я думаю, что многие священники задумываются. Я мало с кем говорил о священниках на эту тему, потому что этой темы избегают обычно традиционные священники православные. Но те, которые покаялись, те, которые обратились к Богу, они больше или меньше, но, в принципе, подтверждают мое это мнение. Один из наших священников, он был когда-то архимандритом, настоятелем монастыря, он теперь наш священник, служитель в Румынии, Бухаресте, Богдан Ионеско. Он был традиционным румынским священником, он в нашей епархии сейчас служит. И, знаете ли, он рассказывал тоже, что будучи настоятелем монастыря, с митрополитом на короткой ноге, вместе выпивали, вместе грешили. И думали, что все это правильно. Понимаете ли, так живут в основном священники. Почему? Потому что они люди невозрожденные. Это, я не то, что сужу, а просто, не осуждаю, я просто говорю, что это все от того, что нет Христа, нет спасения. Без этого, ну, жизнь, получается, она просто такая. Как Генгус писал, да, о себе, великий реформатор чешский, да, вот, но он писал о себе, что он пошел в церковь работать священником не потому, что он так сильно был религиозным. Он пишет о себе, что он не был таким сильно религиозным, набожным, не имел таких мистических, может, переживаний каких-то даже. Просто, чисто практически, он ленился работать. Ему не хотелось заниматься физической работой, тяжелой, значит, он видел, что, тем более, что вкалывают его родители, там, соседи, они работают, гроши зарабатывают. А священник, он там, тяжелее катила, ничего не поднимает, и денежка ему капает, и плюс еще перед ним шапки ломают, значит, там, кланяются, какой почет, авторитет. И он писал о себе, что, когда пас гусею, значит, то он завистью смотрел на тех батюшек, которые ходили, значит, и перед ними все ломали шапки, значит, и кланялись, значит, там, и денежку им суммали, значит. А он ничего не работая, просто там, вы как, там, по головке погладят, по одному благостоликам, и все. Ну, как бы, думаю, жизнь малина просто. И он задался целью пойти в семинарию, не то, что он там думал, как бы, аферистом быть, нет, просто он пошел по этой стезе, именно потому, что не хотел работать физически, хотел зарабатывать деньги и особо не предлагая усилий, да. Вот, и, как раньше в Союзе, соответственно, говорили, да, если не хочешь работать, иди в милицию, да, значит, то есть, как бы, ну, когда, ну, когда, ну, когда вот, мы, ребята, школу заканчивали, значит, там был разговор, значит, куда идти, кто пойдет, и, значит, там, наш учитель, там, бывший классный руководитель, он говорит, что, ребята, кто не хочет работать, идите в милицию, а остальным придется поработать, вот, в жизни. И, значит, и я не против милиционеров, нет, у меня много друзей милиционеров, у меня даже есть друг, один покайфшийся мент, слава Богу, такой горячий христианин, евангелист, слава Богу, вообще, был аферистом, стал евангелистом, да. Значит, и, знаете ли, что, господа, скажу, что, вот, тот же Ян Гус, он пишет о себе, вот, вот, что в прошлом он был таким, вот, обычным, и придя в семинарию, он учился, там были такие же ребята, он не нашел там особо набожных ребят, он нашел такие же, которые имели фасад религиозный, там, на службе постоят, там, покрестятся, там, споют, ну, а вечерком, значит, там, пиво, и там, и до пива, там, и все остальное, значит, там, девчонки, ну, короче, жизнь такая, обычная. Она была у них, у этих семинаристов, он понял, что и вот эти другие будущие священники, они такие же, и они видели жизнь священников, их преподавателей, что они тоже, у них больше штукатурки на фасаде, но внутри они такие же гнилые. То есть, в принципе, Генгус рос, как обычный, тогда, традиционный католический священник, но будущий, вот, его мечта исполнилась, он стал батюшкой, он ходил, гордо расправив грудь, значит, там, перед ним шахты ломали, другие чехи, денежка ему капала всегда, значит, он был очень доволен, у него был храм, доход, расход, приход, уход, все, все как положено. Но однажды он общался с некоторыми людьми, тоже католиками, тоже священниками, но которые были другими немного, которые размышляли, которые вопросы задавали, которые говорили о Христе. И ему было странно, мы же только лишь в костеле о Христе говорим, как бы, значит, на служении, там, но зачем о нем так вот говорить, как будто он, а что он живой? А что, может быть, все-таки Бог есть? Не, не то, чтобы он, он не был атеистом, но когда религиоз, значит, понимаешь, что Бог, он не просто где-то там Альфа Центавра, знаете ли, а что он вот где-то рядом, это, конечно, значит, нож курдыбом поднялась у Гуса, его перья там поднялись крепко. И он стал читать Библию, именно как Слово Божье, и это сделал его реформатором. Он увидел, что вот, оказывается, что, значит, священникам будет это непросто, ходить в одежде красивой, денежку считать, значит, и чтобы перед тобой, значит, кланялись. А это, оказывается, очень ответственно, оказывается, Божье Слово надо нести людям. Он стал реформатором, слава Богу, за такую трансформацию этого служителя, да и многие других тоже, слава Богу. Хорошо, и Богдан Янекско тоже рассказывал, священник, есть в сети его свидетельство на румынском языке, и сделали бы перевод на русский язык, его свидетельство потрясающее. Так вот, и там он тоже говорил, что он тоже особо не задумывался, и за упокой молился все, но потом его осенило, когда он читал Библию, Божье Слово, через знакомство с хорошими, правильными людьми, верующими, баптистами, румынскими, евангелистами, баптистами. Он, когда со Словом Божьим познакомился, он ахнул, что, оказывается, он думал, что у него там вообще, раз с митрополитом на короткой ноге, то он и с Богом как-то договорится. А выяснилось, что он грешник, идущий в ад просто-напросто, и что у него только лишь один путь спастись, не Риаса, не что-то еще, а Иисус Христос. И что, не важно, кто ты, что ты, важно, в кого ты веришь вообще, и рожден ли ты свыше, рожден ли ты вновь или нет. Молитва заупокойно делает подлую работу очень в жизни миллионов людей. Эта молитва, она обманывает живых людей. Умершим она ничего не дает, конечно. Бесам она только душу греет, как бы, значит, и руки им развязывают, дает возможность действовать на этой земле. Но самую подлую работу эта молитва проводят в судьбах самих молящихся, живых людей. Потому что усыпляет их совесть, их душу и их мозги, в конце концов. Человек, он где-то интуитивно начинает доверять тому, что из-за него помолятся, и его вымолят постепенно где-то как-то. Что система одна, и мы, как бы, вот, знаете ли, коллективная такая, безответственность такая. Мы, вроде бы, все грешники, но все нули-нули-нули, но вместе мы уже с ума уже. И мы вместе, как бы, пройдем, как бы, и Бог нас примет, куда же ему деться. Но такую же толпу не просит ватвить. Вот, как бы, и прочее. У людей такие соблазны. И я с 96-го года, я не молюсь за упокой. Хотя люди многие, вот, традиционно православные, если являются, допустим, где-то с крестом, там, или с поноги на груди, то, конечно, знаете ли, люди обычно подходят. И, кстати, первое, что обычно спрашивают наши обыватели, первые у батюшки, это, а вы не могли бы помолиться, там, за, там, допустим, 40 дней, там, кому-то год, помянуть кого-то. Ну, чаще всего так. Даже у обывателей нашего ассоциация такая, раз батюшка, значит покойник. Да, значит, я помню, там, в Киеве, значит, новостройки, я там ребят спрашивал, школьников, за школой они там стояли, я их спрашиваю, значит, как найти такой-то дом, такая-то улица. А они мне показали. И тут же парень спрашивает, а что, кто-то умер? Я говорю, да нет, говорю, воскрес. Кто? Христос. А сейчас же не Пасха. А он все равно воскрес. И давай им, о, yes. Давай им объяснять это все, рассказывать ребятам. Они так, вау, вот это да, вот это батюшка. Значит, и на самом деле интересный разговор таки бывает. Но все-таки у обывателя обычно вот такое отношение. Кстати, когда люди спрашивают, а вы не могли бы помолиться? Я говорю, не могу. Не то чтобы жалко, а принципиально не могу. Идейно. Говорю, раньше, говорю, я молился, а теперь не молюсь. А вы православный? Да, православный. Был кривославный, теперь православный. С кривославием погончено теперь. Православный, да здравствует. И я говорю, что те, кто молятся за упокой, они еще не православные, они кривославные. В кривь и в кость славят. Но когда человек, он именно библейски молится, да, он православный, говорю, слава Богу. Но, кстати, в нашей церкви тоже, в нашей епархии немного церквей, но в каждой из этих церквей есть такие рассказы, в принципе. Люди приходят, особенно новые, или там с улицы, и они, некоторые спрашивают, почему у вас на входе записывающие только за здравие? Почему нет за упокой, как обычно, ну, в православных церквях? Да, по привычке просто заполняют сразу же, ну, религиозных, более-менее грамотные люди. Так вот, а почему у вас только за здравие? Почему нет за упокой, не выставлено ничего у вас? И объясняют обычно люди наши, там, священники, некоторые объясняют тоже. Я сам объяснял много раз тоже людям, что так и так, что мы вот не молимся за упокой, мы молимся за здравие только. Хотите, помолимся за здравие, за вас, там, за вашу родину, там, за кого-то еще, там, за нужды ваши. Но за упокой у нас нет такого обычаи теперь молиться. Раньше молились, теперь все. Отошли от этого обычая, слава Богу. И есть возможность такая объяснить людям, почему мы это не делаем, по идейным соображениям. Так вот, и я представляю, сколько силы Божьей высвободятся на эту землю, когда в тысячи церквей по всей Руси, матушке, будут молиться не за упокой, не бесам руки развязывать, а связывать этого дьявола, этих бесов, когда будут молиться за живых людей. Представьте, сколько наркоманов спасется, сколько грешников спасется, сколько, вообще, много ситуаций изменится в жизни живых людей. Ведь, знаете ли, молитва за упокой, она даже, это как ни странно звучит, но она даже целые народы портит, целые народы, менталитет народов портит. Ведь, ментальность, ведь у людей, вот, особенно у тех народов, кто именно, где молитва за упокой, она чаще звучит, да, обычно, чаще всего, как и у нас происходит, ценность человек больше представляет после смерти уже тогда, как бы уважение, страха и прочее. Значит, после смерти уже. Вот при жизни обычно в таких культурах, греческая культура, допустим, православная, афоксальная культура, там, славянская культура православная, нет уважения такого живым, как именно мертвым. И, конечно, это ужасно, потому что, на самом-то деле, по-христиански нужно уважение оказывать живому человеку при жизни. Знаете, к тому же, локти нельзя кусать уже, значит. И даже, ну да, страшно, когда теряешь родных, близких людей, но необходимо двигаться вперед. И не судить мертвых, кто из них там в рай, кто из них в ад пошел, а заниматься живыми сейчас людьми. Слава Богу! Это очень важно, архиважно. Так вот, господа, скажу, что молитва за упокой пришла, мы запомнили с этого урока, что через перетизм пришла, то есть, явно из небиблейских источников. Больше того, Бог в Библии спиритизм осуждает. В частности, Израилю, вышедшему из Египта, многократно было об этом сказано. Больше того, не просто самим запрещено было верующим заниматься спиритизмом, но даже обращаться к тем, кто занимается этим профессионально. В Библии примеров более чем насопрещено, господа. Классический пример, когда Саул, да, царь, так блистательно начинал. На старте он был просто красавцем. Лучше всех, выше всех, сильнее всех. И казалось, чемпион просто отчерев матери. Но чемпионами не рождаются, ими становятся. И ему не суждено было стать чемпионом в конце. К сожалению, на финише он был в позоре. И страшно очень даже. Знаете, это не потому, чтобы опозорить Саула. Я хочу говорить о том, что нам светит, если мы собьемся с пути Господнего. Ведь этот человек, он был избранным Божьим, да, помазанным Божьим человеком. И когда он не слушался Божьих повелений, то он получал обличение от Саула именно в идолопоклонстве, в колдовстве. И еще, когда он обратился в Айдор, в волшебнице, то есть сознательно пошел грешить именно в оккультизм, в спиритизм. И он, казалось бы, пообщался, ну, надо было ему спокойненько общаться, ну, пообщался, ну, а что дальше? Знаете ли, есть разные предположения, был ли это на самом деле, значит, пророк или нет. Но я скажу, по плодамах узнаете их. Там конкретно и ясно видно, после этого сеанса спиритического, что с ним произошло. Его воля атрофирована была, даже физически он просто изнемог весь уже, вообще. И он стал фаталистом, это один из признаков одержимости бесовской. Человек просто фаталист уже, он уже, он все, ему уже небо в копеечку, он уже идет, как на убой скот идет, знаете ли? Он в весло бросил, он не гребет, это верный признак, что он был одержим бесами. И при том, там очень конкретно был одержим бесами. А финал его, в конце концов, он не то чтобы на колени встал, Бог, прости, пожалуйста, вопил бы к Богу. Неужели Бог не услышал бы его? Услышал, но он пошел по такому, казалось бы, короткому пути, спиритическому пути, но этот путь завел его в ад. И что произошло? Самоубийство, позорная смерть царя, который так блистательно начинал и так позорно финишировал. Пусть это будет нам наукой. И пусть Господь благоставит нас, и пусть тех наших зрителей, особенно, что запутались в сетях именно религиозного оккультизма, спиритизма, пусть Господь спасет и спасет, и в этой жизни земной спасет. И больше того, пусть поможет, особенно священникам, не просто самим выйти, а выйдя самим, именно вытаскивать других людей. Вот как я делаю, допустим, не только Бог меня спас, я не только говорю Богу спасибо за это, а я помогаю другим людям выходить из этого лжеучения. Пусть Бог благословит, во имя Иисуса Христа. Аминь. 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 兄.